В субботу десятки тысяч любителей русского языка в более чем 500 городах мира писали тотальный диктант. В Сочи желающих проверить грамотность встретил первую стране тематический парк, созданный на культурном и историческом богатстве России. Эта акция нужна, на мой взгляд, для тех, кто любит русский язык, кто разговаривает на русском языке, и кто хотя бы раз в год способен задуматься о том, насколько он грамотен, насколько он грамотно пишет в данный момент. Не в школе, не в университете, а именно в данный момент. И не только свое обратить внимание, но и, в принципе, внимание общественности к данной проблеме. Проблема такова, что многие люди допускают ошибки в письме, а некоторые и вовсе обходятся смайликами или укороченными фразами, что портит культуру языка. Ольга Скокова предпочитает не искажать таким образом родную речь и проверить свои знания. Пришла не одна, привела с собой дочь и ее подругу. Если напишем хорошо, напишем с ошибками, будет шанс улучшить свою грамотность и проверить свои знания русского языка. Текст для диктанта составлен специалистом по древнерусской литературе, сотрудником Пушкинского дома Евгением Водолазкиным. А в роли чтецов выступили заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Алексей Гусаров и актер Анатолий Горбунов, которого часто приглашают изображать российского президента. Я сын учителей. Мои мама и папа были учителями в свое время. И вот я со стороны наблюдал, все время мне как-то интересно было понять внутренний мир учителя. Как это выходить один на один с аудиторией, заставлять слушать аудиторию. Вот сегодня представилась такая замечательная возможность, поэтому я рад принять участие в этой замечательной акции. Олимпийский чемпион Алексей Гусаров в школьные годы отличником не был, но уверен, знать язык нужно. Каждый, наверное, русский человек должен знать русский язык и свободно изъясняться на нем, чтобы мог выражать свои мысли, идеи. Такое же мнение было и у организаторов акции. 11 лет назад трое студентов в Новосибирске создали свой клуб и провели диктант. Через два года их идею подхватили многие города в России. Через пять лет во всем мире. К международной акции по проверке грамотности Сочи присоединился в прошлом году. Тогда в ней приняли участие 160 человек. И вот теперь проверить уровень знаний литературного языка анонимно и бесплатно решили около 300 добровольцев. Компанию участникам составили сказочные персонажи. Баба Яга и Иван Дурачок помогли подготовиться к диктанту и настроиться на нужную волну, напомнив всем правила орфографии и пунктуации. Позволило ли это исключить ошибки в тексте, станет известно 22 апреля. С этого числа на сайте TotalDict будут опубликованы результаты.